Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир вами, конечно. Ну и понятно, Соня, что сегодня в интернете, в соцсетях тема практически номер один для обсуждения, потому что завтра день защиты детей. Ну и вот мнения, как обычно, разделились. Одни пишут, что нужно полностью запрещать вот такие батуты, уличные аттракционы, потому что никакие требования, ни санпина, ни требования безопасности не соблюдают в таких местах. Другие говорят, что летние развлечения все-таки нужны, ну особенно в Сибири, все ждут лето. Просто необходимо ужесточить требования и контроль, ну потому что речь идет о детях. Но есть еще и такое мнение, мол, всегда предприниматели найдут, как обойти закон, нарушить, поэтому тут ответственность на родителях, мол, ну вы же видите, что это за конструкция, ну должны сами выбирать, пускать туда ребенка или не пускать. Ну конечно, это неправильно перекладывать ответственность с одной стороны на другую, в любом случае, наверное, и родителям иногда стоит быть внимательнее. Ну и безусловно, я думаю, есть пробелы и в законодательстве, об этом сегодня поговорим, почему эта деятельность никак толком не регламентирована. Ждем и ваше мнение, звоните нам в эфир по телефону 200-00-65, пишите смс-сообщение 8 933-320-7545, это номер телефона, либо в любых социальных сетях, ну вот у нас есть пост во Вконтакте, и там мы уже запустили голосование. Сегодня спрашиваем у вас, пускаете ли вы своих детей на уличные, надувные, батуты и аттракционы. Вот такие варианты мнения у нас есть, да, пускаю, ничего страшного в них не вижу. Если вы считаете так, то звоните 8 800 350 57 82. Если да, вы пускаете это, если это выглядит безопасно, то на конце вот 83, и нет, не пускаю, это не безопасно, на конце 84, чуть позже будем подводить итоги. Да, мне кажется, многие определяют так на глазок, ну вроде нормально закреплено, вроде какие-то тросы есть, вроде нет никаких там потертостей, выглядит прилично, можно и пустить, но мне кажется, очень трудно на глаз определить, как на самом деле. Вот тут тоже, казалось бы, да, в Барнауле были какие-то тросы, были какие-то крепления, но порыв ветра, все, улетел на 5 метров, он поднялся, перелетел через ограждение, и на ЖД пути ужасно, конечно, ужасно. Просто я думаю, что бывает ветер такой силы, что никакие тросы могут его не выдержать, и тут скорее вопрос в том, что в такую погоду, не погоду, точнее, вообще работать не стоит. А интересно, есть ли вообще какие-то правила, вот мы с тобой искали и ничего не нашли, есть ли какой-то регламент, технический регламент, санпины, как это должно быть по технике безопасности, какие крепления, веревки, да, вот как говорят, в Барнауле были просто белевые, да, веревки, или это должны быть железные цепи, тросы какие-то специальные, какие утяжелители, сколько там килограммов, тонн, я не знаю, как это все должно быть, и в какую погоду можно работать, в какую нельзя. Вот мы сегодня все это попытаемся выяснить у специалистов, потому что, ну, вот лично мы, журналисты, не нашли, хотя, ну, как бы мы умеем работать с информацией, и что-то вот как-то нам кажется, что таких регламентов до сих пор нет, потому что... Настолько точно их не было. Их просто не разрабатывали. Ну, да, ты уже сказала, что у нас подобные случаи в России происходят, к сожалению, не в первый раз, и подобные новости мы озвучиваем почти каждый год. Немного вспомним о том, вот какие были такие самые запоминающиеся случаи. Вот в мае прошлого года в Улан-Удэ батут оторвался от тросов, его унесло ветром, тоже очень страшное видео, пострадали пять детей, у одного ребенка была сломана челюсть, у другого нога, и у всех пострадавших диагностировали сотрясение мозга. Правоохранители тогда возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Годом ранее подобный случай произошел у нас в Красноярске. В 2018 году также в мае в сквере космонавтов порыв ветра подорвало и снес надувной батут. В этот момент там играли три ребенка, повезло, никто не пострадал. Работники аттракциона рассказали, что в тот момент, когда на батуте еще играли дети, они вдруг начали разбирать конструкцию, зачем, непонятно, и вот следователи тоже это не выяснили, потому что дело тогда не возбуждали. В 2015 году произошел еще один случай в Железногорске. Батут с детьми также перевернулся, и тоже от порыва ветра его подняло вверх, а затем бросило вниз, и удар был такой силы, что аттракцион переломил фонарный столб. Три ребенка серьезно пострадали. Одна девочка попала в реанимацию, у нее был перелом челюсти и черепно-мозговая травма. И, как тогда рассказывали родители, игровая площадка опрокинулась из-за того, что она была плохо укреплена. Якобы батут прижимали к земле только мешки с песком. Следователи тогда также возбудили уголовное дело на предпринимателя, который этим батутом владел, который его размещал. В основном-то в этом причина, что просто нет никаких нормальных креплений. И от порыва ветра все батуты срывал порыв ветра. Да, и причем каждый год это происходит, и предприниматели не парятся. Главное, что власти ничего не делают, и надзорные органы и ведомства ничего не делают. Но вот мы сегодня еще проехали по Красноярску, посмотрели, как у нас. У нас батуты тоже уже стали устанавливать. Чаще всего и ставят в парках, скверах. Мы посмотрели, вот, например, на прошлой неделе открылся аттракцион напротив Дворца Трудан на Металлургов. Видно, что вроде бы, да, укреплен он нормально, там, привязан к бетонным блокам. Но насколько хорошо привязан, достаточно ли этого, вот, на глаз сложно определить. Плюс конструкция старая, видно это, местами потертая, очень грязная, на нем много пыли. Как вот ребятишки будут прыгать на нем, непонятно. Хотя цена-то внушительная, 150 рублей за 15 минут. Можно посчитать, сколько это в день, вот, мы с тобой зря не посчитали. Почему бы оттут в таком состоянии выяснить не удалось, администратор отказался общаться с нашей съемочной группой. Какие меры безопасности у вас соблюдаются? Расскажите, пожалуйста. Есть ли у вас аптечка? Ну, по-моему, все понятно, да, по умолчанию. Проехали мы еще и в Центральный парк. Там батут выглядит поновее, почище. Работники рассказали, что в конце каждой смены они проверяют крепление. На батуты пускают детей до 65 килограммов. Стараются делить их по возрастам, чтобы старшие не играли одновременно с малышами. Но так ли это тоже непонятно, потому что, ну, естественно, когда приезжают журналисты, вот, можно сказать, и вот как-то красиво. И непонятно, кто их проверяет. Мы сейчас, мы уже связались с экспертом Моникой Дисуше. У нас на связи предприниматель, эксперт по игровому оборудованию и детским площадкам. Моника, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вот я думаю, что для вас не удивление то, что произошло в Барнауле. Главный вопрос, есть ли какие-то законы, нормативы, которые регламентировали бы эту сферу деятельности? Законы, безусловно, есть. Более того, они с 2019 года стали обязательными. Хотя вот этот год, он последний, когда еще действует переходный период. И установка на учет аттракционов, которые ранее были введены в эксплуатацию, она не является обязательной, является добровольной. Но с будущего года она станет обязательной для всех. За этим у нас в крае, так же, как и по всей России, следят органы гостехнадзора. И вот такие батуты тоже нужно будет ставить на учет? И батуты тоже нужно будет ставить на учет. Есть перечень оборудования, который не подлежит установке на учет. В принципе, если есть сомнения, надо ставить на учет или нет, можно обратиться в те же органы технадзора с паспортами своего оборудования. Специалисты, инспекторы, они подскажут, надо или нет. Тогда вопрос, почему такие случаи происходят? Их, получается, не соблюдают вот эти правила, которые уже существуют? Ну, то, что произошло в Барнауле, это просто действительно вопиющий случай несоблюдения техники безопасности. Вместо 12 креплений конкерам к асфальту, насколько я помню, там асфальт был, не брусчатка. Батут был привязан к четырем колышкам забора. Ну, естественно, произошло то, что произошло. Плюс непосредственная такая близость еще к трамвайным путям. Ну, кроме Барнаула, позавчера было еще уже в Ленинградской области. То есть я слежу за ситуацией по России. Не успел начаться сезон, как в первую очередь полетели батуты. Мы следим за ситуацией дальше, что будет дальше. Моника, просто вот я хочу понять, я возьму в аренду, да, вот там предприниматель, взял в аренду этот участок, купил батут, пришел, разместил, и все, он зарабатывает деньги. Что он должен сделать? Какие согласования пройти? Кто его должен проверить? И кто должен потом в итоге следить за тем, соблюдает он это или не соблюдает? Повторюсь, если аттракцион был установлен не в этом году, а ранее, он теоретически никуда не должен ходить, ни с кем не должен согласовывать. Если же это первичная установка, то он уже начиная с этого года должен обратиться в органы гостехнадзора, должен ввести, во-первых, батут в эксплуатацию, обратиться со всеми актами ввода в органы гостехнадзора, поставить аттракцион на учет. Ну а если он ставит не первый год? Если ставит не первый год, в этом году еще действует переходное положение, дающее право не ставить аттракцион на учет. Но с будущего года он будет уже обязан. И с прошлого года инспекторы гостехнадзора рассылают письма всем предпринимателям, то есть ездят по краю, отслеживают количество аттракционной техники, рассылают письма. Ко мне приходит тоже очень много обращений от предпринимателей. А что нам делать? Нам пришло вот такое письмо. Ну, собственно, я смотрю, говорю, присылайте паспорт вашего оборудования. В зависимости от того, что это за оборудование, помогаю подготовить ответ, что это либо оно подлежит установке на учет, либо ответить, что это, ну, пользуясь переходным положением, либо помогаем собрать документацию для установки на учет уже в этом году. А вот вы говорите, есть, да, регламенты, там прям прописано, сколько должно быть креплений, какие должны быть крепления? Да, конечно, 1600 ньютон на каждую точку крепления. Существуют госты по каждому типу, виду аттракционов. Кроме того, госты все закреплены, скажем так, и засилены еще действием технического регламента, который данные госты по каждому виду аттракционов сделали. То есть эти госты раньше были необязательными, добровольными, сейчас они являются обязательными, так как действует технический регламент. И, кроме того, существует постановление правительства 19.39 от декабря 2019 года, в котором оговаривается именно правило постановки аттракционов на учет. То есть есть надежда, что вот таких случаев станет меньше? Да, с будущего года, да, но правила есть. Ну, смотрите, да, можно сравнить это с автомобилями. По автомобилям у нас тоже есть обязательства. На автомобилях должны быть номерные знаки, водитель должен быть трезвый, гладковый, бреда и вежливый, как говорится. Но это, к сожалению, не всегда. То же самое это касается там что такси, что частного транспорта. Но пешеходы должны быть бдительны. Переходя дорогу, должны смотреть по сторонам. То же самое касается родителей, детей. То есть, приходя, приводя детей на аттракционы, смотрите. Если вы видите, что не все веревки там замкерены, если вы видите, что оператор там где-то стоит в стороне, ест мороженое вместо того, чтобы там следить за батутом, ну, я бы поостереглась отпускать своего ребенка на этот аттракцион. Ну, я все время провожу аналогии именно с автомобильным транспортом. Правила есть, правила обязательные к исполнению. Но, к сожалению, не все им следуют. Да, там тоже есть автоинспекции. Вот об этом, Моника. К сожалению, не все им следуют. И мы сегодня с вами разговаривали. Вы прислали мне документ, который мы бы хотели показать. Это касается не только вот таких надувных батутов, казалось бы, да, а стационарных, игровых, игрового оборудования. Сейчас попрошу показать фотографии. Нет, сначала фотографии. Можно? Это вы понимаете, о чем идет речь. Это вот качели. Это качели, такие лодочки на набережной. Вот так они выглядят. Это какой-то кошмарный кошмар. Это, я не знаю, кто назвал это качелями, о чем это, там висит табличка, что это качели. На самом деле это не качели. С таким весом, с таким креплением, с таким углом отклонения. То есть там все, что может быть нарушено, оно нарушено. О чем я, собственно, и написала заключение. У меня сейчас появилось очень много свободного времени для того, чтобы ходить по набережным и наблюдать за вот этим вот кошмаром, который почему-то называется качелями. Собственно, я вкратце набросала заключение, с которым я просто хочу обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы это демон... Вот сейчас мы как раз покажем ваше заключение. Вот вы пишете о том, что корпус лодочки не оборудован посадочными местами, побуждает пользователей находиться стоя. Ну, мы видели фотографию, да, ребятишки стоят. Получение ограждения отсутствует. Много там всего. Это лодочка, по сути, представляет собой таран какого-то неподъемного веса. Вы только представьте, какой-то ребёнок раскачивается, а другой ребёнок идёт мимо. Вы не представляете, какой силы удар будет. И вы намерены обратиться в прокуратуру, я правильно поняла? Совершенно верно. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Если это произойдёт, ну, как бы лучше это предотвратить, чем ждать несчастного случая. Спасибо вам за вашу небезразличность. Да, за гражданскую позицию. Будем надеяться, что в прокуратуре примут к сведению, да, отреагируют и проведут проверку. Сейчас мы прервёмся буквально на пару минут. Звоните нам, присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня мы говорим о безопасности на уличных батутах, аттракционах. Наш телефон 200-00-65. Прямой эфир. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о безопасности на детских аттракционах и батутах. Во-первых, потому что завтра день защиты детей, первый день лета. Во-вторых, потому что вот лето началось, и снова у нас полетели батуты. В Барнауле случилось ЧП, батут перелетел через ограждение, очень серьёзно пострадали два ребёнка трёх и четырёх лет. Почему это происходит снова и снова, вот это мы пытаемся понять, когда всё это закончится. Сегодня проводим голосование, спрашиваем у вас «А вы пускаете своих детей на уличные батуты и аттракционы?» И вот пока такие результаты. 11% считают, что ничего страшного в них не видят, они пускают. 43% говорят, что да, если это выглядит безопасно. И 46% ответили, что нет, это небезопасно, и своих детей на такие конструкции не пускают. То есть примерно равное количество, кто определяет на глаз, так, ну, вроде безопасно, можно пустить. И тех, кто категорически не пускает, потому что боятся вот всех этих случаев. Интересные результаты, будем следить. Вы можете голосовать вот и по телефонам, и в нашей группе ВКонтакте. Без проблем заходите, голосуйте, оставляйте комментарии тоже. А у нас уже есть один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья Викторовна. Наталья Викторовна, что значит? Я, знаете, хочу высказаться. Вот вы не заметили, что каждый год вот это вот происходит, и никого не наказывают, никому дело до этого поговорили, перестали. Это вот просто я делаю вывод, что вот Путин сказал правильно, что у нас не бизнес, а у нас рвачи, хапуги, мошенники. Потому что у нас нет цивилизованного бизнеса. На всем стараются, ничего не вкладывая, какую-то прибыль получить. Из 90-х годов как пошло вот это все безобразие. А русский человек, наверное, так устроен, что над ним надо с дубиной стоять сзади, чтобы он боялся чего-то, иначе он такого там наподмешивает, что, как говорится, не только по 100 человек отравится, вот, и дети покалечутся. Ну почему, я не понимаю, почему никто не контролирует, неужели нет органов этих. Вот я знаю, что за границей, если бы в кафе отравились, как вот у нас, значит, отравили, вот 300 тысяч им присудили. Если бы за границей произошло, не дай бог такое, ему пожизненно была бы дорога закрыта в этот бизнес. Он бы спрятался и фамилию бы поменял. А у нас это вообще даже, ну, штраф, ну, 300 тысяч, что он отдаст, скрытая душу. Он еще заработает, и тоже работают, кто попало там, чтобы сэкономить даже на сотрудниках, на сотрудниках, которых ничего не умеют делать, которых у специалистов, он туда не пойдет, потому что маленькая зарплата. Вот. И вот так у нас на всем бизнес построен, весь. Вот я хочу сказать спасибо Екатерине Кашутчик. Она молодец. Вот она ходит с проверками, молодец. Вот она недавно показывала, вот игровая зона-то вот эта. Полезла проверять, там что только нет. И крюки всякие загнутые, и пыль какая. А там маленькие детки играют. А это сидит работница, ей дело ни до чего. Она ей кидают там 500 рублей, может, тысячу за смену. Она сидит вся счастливая. Вот. Спасибо вам, Наталья. Спасибо, да, за ваше мнение. Спасибо, да, за ваше мнение. Спасибо, да, за ваши проверки тоже. Да, ну, мне кажется, это такое вот огульное. Вот все предприниматели такие вот... Конечно, есть добросовестные, которые и крепят по правилам, и соблюдают все госты и регламенты, а есть действительно те, которым лишь бы заработать деньги. Но я слышала такую фразу, что предприниматель – это тот, кто пытается устроить жизнь других, а бизнесмен, кто хочет просто заработать деньги. Мне кажется, их нужно разделять, этих людей. А есть еще закон, который позволяет вот это все делать. И у нас на связи как раз эксперт Ольга Карпова. Это юрист. Ольга, вот мы уже поняли, вот пообщались с Моникой Дюсушен, она рассказала, что есть регламенты. И у вас хотим спросить вот что. Вот, допустим, в случае в Барнауле пострадали двое детей. Как добиться, чтобы этого предпринимателя привлекли к ответственности, чтобы какие-то компенсации дали детям, вот если они вдруг пострадали на таком аттракционе? Добрый вечер. Конечно, у нас регламенты есть. И, в принципе, есть Роспотребнадзор и Ростехнадзор, которые непосредственно должны проверять все развлекательные центры, в том числе и батутные развлекательные центры. Но, к сожалению, вообще самой как таковой нормативной правовой базы у нас нет. Она отсутствует. Регламент — это не закон. Регламент — это тот документ, который предполагает действия того или иного лица, включая и также индивидуального предпринимателя. И, к сожалению, в очень сложных вот таких вот ситуациях родителям приходится выходить в судебные процессы, через суд доказывать о том, что их ребёнок действительно пострадал, доказывать причинно-следственную связь. К сожалению, потому что у нас, когда что-то происходит, у нас медики не пишут, откуда там забирали того или иного человечка, в частности, вот, допустим, ребёнка, который является пострадавшим. Приходится в судах доказывать причинно-следственную связь, выставлять, соответственно, иски по факту морального вреда, нравственных страданий, а также для того, чтобы непосредственно возместить ущерб здоровью. Ну, то есть, вот хорошо, наверное, в этом случае, что там была видеокамера, да, регистратор, и вот это есть на видео. Может быть, какой-то совет, когда это случилось? Понятно, что родители на эмоциях, да, скорее бегут к ребёнку. Может быть, нужно сразу сфотографировать это место, как-то вот эти приклеения. Или договориться со свидетелями. Да, вот какие-то советы, да? Ну, конечно, в этой ситуации мы можем только посоветовать, да, но мы не были с вами в этой ситуации, как мы лично люди поведём себя, мы не знаем. Но нам дороги наши близкие, поэтому сначала срабатывают эмоции, да, страх за них, и только потом какой-то срабатывает здравый смысл. Так как там вот в этом случае были видеокамеры, то, соответственно, необходимо запросить все видеозаписи, и уже причинно-следственная связь будет доказана, немножко будет попроще в судебном процессе. Если нет видеокамеры, в частности, индивидуальные предприниматели, да, и люди, которые работают в этой сфере, они, как правило, не стараются что-то либо где-то там записывать, либо записывать, но прячут это, то у меня единственный совет, уважаемые родители, делайте фотографии, делайте сами видеозапись и составляйте акты. Это самое главное. Составляйте документы о том, что причинён вред здоровью. Вызывайте администратора, вызывайте руководителей, собирайте как можно больше свидетелей. Это единственное, что можно сделать в этой ситуации. Спасибо вам. У нас на связи была Ольга Карпова, юристы, говорили о том, как добиться вообще ответственности предпринимателя, если произошёл подобный случай. Мы сейчас прервёмся буквально на пару минут, затем продолжим. Присоединяйте, звоните 200-0065, оставляйте комментарии ВКонтакте. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о детских уличных аттракционах. Это батуты какие-то, карусели, качели. Насколько они безопасны. И почему каждое лето у нас батуты улетают, и дети страдают. Что это может прекратить? Вот как нам сказала специалист, со следующего года регламент будет обязательным, и предприниматели должны будут обязательно ставить на учёт все такие конструкции. А сейчас такой переходный период, их никто не проверяет. Ну, по сути, это так. И он длится уже два года. Да, переходный период. Что удивительно, я не понимаю, зачем так много. Это, по-моему, не такая уж и сложная процедура, чтобы просто приходить в Ростехнадзор, подавать необходимые документы и ставить на учёт. И просто всё это могло бы уже давно контролироваться. Хочу почитать сообщение, которое у нас пишут зрители в социальных сетях по этой теме. Во Вконтакте у нас закреплён пост, вот пишет Васина. Да у нас никак не регламентируются подобные аттракционы, по сути. Любой может купить такой батут, поставить его куда угодно, как попало, и валить всё потом на несчастный случай. Всё по закону. Это вот если хлебом торговать, то будут претензии. А тут проблем никаких ни у кого нет. А вообще батут, вот здесь такой язык, нормальная развлекуха, пишет нам Вася, если соблюдены все требования безопасности. В частности, он должен быть прочно и надёжно закреплён. Вокруг должны быть мягкие маты и ограждения. Куда более опасны аттракционы, работают десятилетиями без происшествий, если за ними следят адекватные хозяева и надзорные органы. И то правда, Александра, вот, видимо, отвечает на наш опрос, что она пускает своих детей, и пишет, конечно, но редко пускаю. Роман пишет, что на уличные батуты не пускает своих детей, потому что безопасности ноль, а цена конская. И вот Елена, пишет Потапенко, это где так много места было, чтобы поставить батуты, чтобы детей выбросило на трамвайные пути? Обычно где трамвайные пути, рядом и машины ездят, а батуты ставят в парках или на площадках, где нет поблизости транспорта. Желаю девочкам скорейшего выздоровления, родителям терпения, верить, что все будет хорошо. Пока вот такие сообщения. Ну да, мы тоже присоединяемся, но и у нас есть телезритель, который хочет высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Светлана Николаевна. Я считаю, что такие аттракционы должны проходить технику безопасности, и их проверялись. Была у них разрешительная бумага, что они пригодны для эксплуатации. Если нет такой, то лучше не доверять этим предпринимателям. Раньше я сына водила в парк Горького. Детские там аттракционы были, котели, карусели, паровозики. Вот самое то для детей. А вот эти батуты, они там бездные кувыркаются, как это вообще для здоровья вредно, мне кажется. Вот туда-сюда их болтают, шутай-болтай, у кого вестибулярный аппарат, может, не так это... Я не доверяю. И я не водила сына своего на такие батуты. Хотя в то время, в 90-е, я не знаю, были они вообще эти батуты или нет. Я водила его в парк на аттракционы детские. Спасибо, Светлана Николаевна. Но вот кажется, что с 90-х в Центральном парке ничего не изменилось. Все те же качели, карусели. И выглядят они сейчас уже, мягко скажем, не очень-то привлекательно и безопасно тоже. И вот я тоже, наверное, не пустила бы ребенка и не пускала. У меня тоже был случай. Маргарите было, наверное, на года 4 или 5. И в Центральном парке как раз были батуты. И вот она пошла, она вылетела из этой конструкции и упала на поддон. Это было как... Ну, где ребятишки разувались. Ну, слава богу, там была только царапина. Как-то вот мы так отделались. И после этого я не пускаю. И на глаз, мне кажется, никак не определить, безопасно это или нет. Я с тобой согласна. У меня тоже. Я расскажу небольшую историю. Я, слава богу, у меня еще нет детей, но у меня есть племянница. И вот у них во дворе просто обычный двор жилого дома стоит батут. Там очень много детей играет. И там тоже в сильный ветер пускают. Он очень грязный, он очень пыльный. Я не понимаю, в принципе, логику родителей, которые пускают на такие конструкции своих детей. Ну, да, вот это тоже проблема. Мы уже с тобой разговаривали. Интересно, есть ли какие-то санпины по тому, сколько раз должны протирать этот батут, потому что, ну, летом он в пыли, там где-то во дворе. Это просто, ну... Не гигиенично, как минимум. Мы сегодня проводили голосование, спрашивали у вас, а вы пускаете своих детей на уличные надувные батуты, на аттракционные. Вот какие результаты у нас получились. 11% сказали, что да, они ничего страшного в этом не видят. 43% говорят, что пускают, если это выглядит безопасно. Но вот вопрос, как они определяют эту безопасность. И 46% заявили, что нет, это небезопасно. Такие у нас пока результаты голосования. Ну, и какой вывод мы можем сделать? Наверное, что пока сейчас вот в этом переходном периоде, как называют эксперты, больше все-таки ответственности на родителей. вы должны посмотреть и ответственно принять решение, пустите ли вы ребенка на такой батут, на такой аттракцион или нет. Вы должны понимать, что сейчас их никто практически не проверяет и деятельность их никак не рекламентирована. Только со следующего года вот такие конструкции нужно будет обязательно ставить на учет и получать на них какие-то документы и как-то их будут проверять. Как? Это тоже вопрос. Но хотя бы это будет какая-то обязательная процедура. Поэтому, ну вот, да, сейчас вот так. Хотя, наверное, сейчас по всей России как обычно будут проверки. И в Алтайском крае, и у нас наверняка Ростехнадзор уже напрягся, Ростехнадзор, Роспотребнадзор напрягся. Сейчас будут проверять наверняка какое-то время, там как-то укрепят, но через месяц. как минимум можно проверять действительно эти крепления, которыми держатся эти батуты. Ну и вообще хотелось бы не допускать больше таких случаев, какие происходят. И хотелось бы, чтобы все-таки те регламенты, которые начнут действовать в следующем году, они реально действовали, они были просто бумажками, которыми у нас, к сожалению, не привыкли руководствоваться в стране. На этом эфир, прямой эфир подходит к концу, эфир на телеканале ТВК продолжается.